Горы снега, нечищенный тротуар. Уехать в центр города с остановки теплоприбор можно, но с риском для жизни. Под ногами налить, снег убирается плохо. О том, что за этот участок все же кто-то отвечает, говорит то, что на остановку привезли песок. Правда, разбросать забыли. Гололед. Пенсионерам неудобно. Подскользуется. Видел сам. Отвратительный. И не только на остановках, а просто по тротуарам. Очень плохо. Примерно такая же плачевная ситуация во дворах. Кстати, за уборку в них отвечает управляющая компания. Весь снег, который они вывозят, попадает на официальный пункт приема. С улицы Черновицкая. 20 кубов. Во дворах. Где раньше садик был, там убираем. Во дворах. Вот, снег. Уборка улиц ведется в основном ночью. Вот эти горы снега привезли сюда управляющую компанию и дирекцию благоустройства города. Пункт приема – это огромные закрытые территории, которые находятся по пути в поселок-строитель. Объемы разные. Только силами нашей организации с привлечением подрядных организаций с начала года уже вывезено порядка 60 тысяч кубических метров. Плюс свозят сюда управляющие компании, предприятия и организации любой формы собственности. Несмотря на это, ее ресурсов недостаточно. Сейчас, под данным исполняющего обязанности начальника управления благоустройства администрации города Вячеслава Несиным, город ощущает нехватку площадок для вывоза снега. Возможно, решением проблемы стало бы строительство снегоплавильного пункта. Такие есть в крупных городах – Москве, Уфе и других. Растворенный снег по трубам стекает обратно в нашу основную станцию и попадает в тоннели. После чего поступает на очные сооружения канализации. Но это планы на будущее. В ближайшее время в Рязани появится новая техника. Губернатор поручил закупить 30 снегоуборочных машин. Глава региона также распорядился предусмотреть дополнительное финансирование на благоустройство города к следующему зимнему сезону. Напомню, в 2020 году Рязань станет новогодней столицей России.